Всем привет! Сейчас Барри Каримович приходит в себя после операции на ноге и постепенно возвращается к старой жизни. Шоумену, который проживает в Калининграде, в ходе восстановления помогают не только медики, но и близкие, сын, а также бывшая супруга Елена Уронич, которая в свое время часто становилась пациенткой психиатрических клиник. Пока Алибасов вынужден передвигаться в инвалидном кресле, но его наследника радует тот факт, что у отца проснулся аппетит, и он все чаще пребывает в прекрасном расположении духа. У меня суперновость. Папа наконец-то ест за столом сам. Как тебе твое новое транспортное средство? Поинтересовался Алибасов младший у Барри Каримовича. Шоумен бодро ответил наследнику, что не впервые пользуется приспособлением. Уж столько я этих колясок пережил, причем они пытались пережить меня. Первая коляска была в моей жизни в 1967 году, когда я учился в строительном институте Усть-Каменогорска. Тогда я что-то сломал себе, то ли руку, то ли ногу. Вспомнил 73-летний продюсер. Сейчас в просторной квартире с Барри Каримовичем проживает также его бывшая жена Елена Уронич, которая не раз проходила лечение в психиатрической клинике. Если раньше женщина держала обиду за то, что шоумен не поддерживал ее сыном финансово, то теперь, похоже, экс-супругам удалось наладить отношения. Напомним, в декабре продюсер развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой состоял в законном браке два года. Позже артистка передумала расставаться с Алибасовым и подала апелляцию. Барри Каримович, в свою очередь, хочет, чтобы его союз с Лидией Николаевной распался. И дело вовсе не в том, что у шоумена пропали чувства к избраннице. Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века. К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники ради пиара. Естественно, они хотят получить еще 25% моего наследства. В связи с этим я тебя очень прошу не мешать в оформлении нашего развода, который ты сама и инициировала. Так мы сможем сохранить наши дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь, как мы с тобой и планировали, заявлял он. По вопросу непростой ситуации в семье Алибасова, высказался также адвокат Александр Бенхин, представляющий интересы Барри-младшего. К Барри Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога, женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к вип-пациенту. В последнее время Барри-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимания отцу. Но, как видим, это не так. И Барри Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца, заявил Александр Бенхин. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.